Всем привет! Это Хоба Хэппи Блог. Сегодня я хочу немного рассказать о технике живого взгляда. Технику можно применять в любом творчестве, где вы делаете глаза. Я сделаю такие достаточно большие, чтобы было понятно, как это выглядит. Для чего эта техника? Чтобы, когда вы рисуете персонажа, был пристальный взгляд именно на зрителя. Там есть одна очень важная деталь. Вы рисуете ведущий взгляд. Что это такое, вы узнаете позже в видео. Рисуете ведущий взгляд в ту сторону, где, предположительно, будет объект, на который смотрит ваш персонаж. Ну что ж, приступим. Я сегодня, кстати, в маечке Ван Гог. Я люблю, кстати, Ван Гога. Каких любите художников вы? Мне это интересно узнать. Правда? Вдруг кого-то нового. Я люблю, например, мои любимые. Это Эндрю Уайт. Ван Гога я обожаю. Люсин Фрейд, кстати, тоже ничего. Хотя достаточно специфические картины. Вряд ли вы после моего совета посмотрите, вам понравится. Хотя вдруг найдутся такие же люди. Так, приступаем к технике живого взгляда. Для этого нам, собственно, нужно нарисовать такие глазницы. Произвольные, я бы сказала. Вот, собственно, свои я нарисовала. Теперь нам нужно найти серединки у каждого глаза, получается. Ну, нарисуем такую палочку, которая соединит. Не соединит, наоборот, разделит на две одинаковые половинки глаз. Ну, у меня вот она. И, пожалуй, вот она. Вот. Следующим действием нужно будет сделать то же самое. Сделать эту центральную линию, только уже горизонтальную, тоже отделяющую глаз посередине. Ну, как бы образует крест в каждом глазу. Здесь это примерно вот так. Здесь это примерно вот так. Понятное дело, что с линейкой вы это делать не будете. У меня все такое расплывчатое. Ну, надеюсь, понятно. Вот такие у нас кресты образовались. И теперь нам нужно определить, куда будет двигаться взгляд. Исходя из того, будет смотреть влево или вправо персонаж, нужно выбирать ведущий взгляд. Ну, например, если наш персонаж будет смотреть в моем формате влево, то левый и будет ведущим. Его нужно расположить чуть выше центра креста. Так как он ведущий, то второй глаз будет за ним стремиться. То есть, чуть-чуть отклоняться в его сторону. Это очень важный момент. Но тоже будет находиться в верхней оси креста, так как и этот глаз. Ну, тоже следите. Если кукла или персонаж смотрит вниз, то тогда в нижней оси будут смотреть, ну, располагаться эти точечки. Стремиться. Чтобы не был персонаж косоглазым, по сути, мы чуть-чуть всего лишь съезжаем в сторону ведущего зрачка. Чуть-чуть. Следующим этапом мы рисуем уже зрачок и радужку вокруг ведущего ведомого глаза. и увидим, что будет дальше. Ну, вот, собственно, доделала я более толстые линии, провела какие-то маленькие дополнительные. Но сам факт, что глаза пристально смотрящие, это 100% видно. И, конечно, может быть, они не идеальны, но когда держишь одной рукой камеру, а другой рисуешь, наверное, вряд ли может что-то получиться идеально. Ну, в общем, сам факт. Пробуйте, наверное, такого рода технику и посмотрим, что у вас получится. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам пригодилось. Делитесь тоже своими секретами. Маленькими такими секретиками. В комментариях будет интересно тоже чем-то воспользоваться. Всем пока. Всем пока. Жизнь классная штука. Задание на вечер, день или... Утро. Смотря когда вы смотрите. Быть счастливым. Пока. Пока.